Около половины баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю во время массированной атаки в ночь на 14 апреля, вышли из строя. Они либо не сумели взлететь, либо упали, не достигнув цели. Об этом ряду западных медиа рассказали высокопоставленные американские чиновники. Иран запустил от 115 до 130 баллистических ракет, нацеленных на Израиль. Только около половины из них были успешно перехвачены. Остальные потерпели неудачу в полете и не достигли своих целей. Вот и все о хваленном потенциале Ирана в области создания баллистических ракет. Из публикации издания The Wall Street Journal. Оружейная эмбарго и все новые и новые ограничения, которые вводят в отношении Ирана западные страны, негативно влияют на качество производимой внутри государства продукции, в первую очередь высокотехнологичной. Однако Исламская Республика все еще может выпускать оружие. Более того, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она умудрилась нарастить объемы экспорта вооружений. Один из постоянных покупателей – Российская Федерация. Москва импортирует не только дроны-камикадзе типа «Шахет» и технологию их производства, но и баллистические ракеты, которые, как показала практика, в половине случаев неисправны. Я не думаю, что это могут быть серьезные отличия, поскольку там продают россиянам эти ракеты, а здесь защищают свою безопасность, как они считают, и используют в боевых условиях эти ракеты. Они все-таки осуществляли подготовку, проверку тех ракет, которые применили против Израиля. Конечно, пытаются поддерживать уровень тех, которые поступают Российской Федерацией, но вместе с тем я не думаю, что одни серьезно отличаются от других. Несмотря на постоянные массированные атаки на объекты критической и энергетической инфраструктуры, Россия не смогла вывести из строя энергосистему Украины зимой 2022-2023-го. Силы обороны Украины только в 2023 году сбили 3578 воздушных целей. Но российские удары все еще более результативны, чем атака Ирана на Израиль, утверждают аналитики. Украине требуется значительное количество западных систем ПВО и истребителей, способных перехватывать беспилотники и ракеты, чтобы создать объединенный зонтик противовоздушной обороны, который хотя бы отдаленно будет столь же эффективен, как тот, который Израиль и его союзники успешно использовали 13 апреля. Из отчета Института изучения войны. Вторая причина – география Украины. Площадь государства в 29 раз больше площади Израиля. К тому же общая граница со страной-агрессором и близость к ней российских пусковых рубежей значительно сокращают время для выявления, отслеживания и ликвидации целей. Кроме того, в отличие от Тель-Авива, Киеву сбивать ракеты и дроны союзники не помогают. Но развитие противовоздушной обороны Украины, насыщение ее зенитно-ракетными комплексами и использование авиации может изменить ситуацию. В первую очередь не хватает зенитных ракетных комплексов с противоракетными возможностями, такие как Патриот, Самти и их аналоги, в том числе, например, Проща Давида хотя бы, но есть и более высотные израильские зенитно-ракетные комплексы, а также истребители. Они помогли бы осуществлять нам действия в противовоздушной обороне по аэродинамическим целям, а также противодействовать использованию Российской Федерации самолетами, управляемых авиационных бомб. Украина получит самолеты F-16, оснащенные новейшим вооружением. Они смогут поражать цели глубоко в тылу противника, заявил министр иностранных дел Норвегии. Когда именно истребители появятся в украинском небе, пока неизвестно, но по данным командования воздушных сил ВСУ, обучение украинских пилотов на F-16 в США и Дании уже на завершающем этапе.